отлично итак время вроде уже подходит запись началась отлично я рад вас приветствовать уважаемые коллеги, товарищи на нашем фактически первом вебинаре, семинаре по поводу наступающего конкурса Ad Crunch Award и прежде всего я хотел бы поблагодарить Павла Калиникова который в каком-то смысле оказался первым в данной ситуации он первым предложил провести вебинар на его платформе связанной с организацией Директ Академии я выражаю глубокую благодарность Павлу и надеюсь, что наше сотрудничество с ним будет продолжаться и в будущем также я хотел бы выразить благодарность Игорю Белянину который организовал свой замечательный стрим-сервис и обещает, как говорит транслировать данный вебинар прямо в YouTube и фейсбучный мессенджер отлично итак тема нашего вебинара разные точки зрения на качество онлайн-курсов и вопросы соответствия разных систем оценки вообще говоря, эта тема возникла буквально недавно в связи с тем, что пришлось рассматривать разные предложения по поводу разных систем оценки качества разных критериев разных рубрик и в этой связи мы сами тоже были первые в свое время когда пять лет тому назад запустили этот конкурс Эд Кранч и Ворд и как мы читаем что в то время таких конкурсов не существовало были прообразы конкурсов муков в организации которая называется Open Education Consortium и были такие попытки именно по некоторым таким внешним определенному ограниченному набору критериев оценивать массовые открытые онлайн-курсы в принципе наш конкурс называется конкурс открытых онлайн-курсов не обязательно массовых и в этой связи мы вот в течение этих лет отрабатывали практики как подходить к оценке качества какие номинации вводить и вот те разговоры которые возникли в преддверии данного конкурса навели на мысль о том что надо вот нам как бы обменяться мнениями по поводу того как нам оценивать открытый онлайн-курс я бы начал несколько с такого философского вопроса о конструктивизме конструктивизм это такая теория обучения теория познания когда каждый человек строит некое собственное понимание и познание мира на своего уникального опыта речь идет о том что даже если мы получаем обучение от наших преподавателей то естественно зависит того какая технология какую методику используют преподаватели в каком контексте это изучается в каком контексте находится сам учащийся и получается так что у каждого ученика на основе вот разного контекста появляется своя картина мира поэтому многие ученые говорят о том что наше представление о мире по самой своей природе являются лишь частными представлениями а для того чтобы ученик получил такую целостное общее представление некое общее понимание о том предмете который изучает ему нужно не просто повторять один и тот же одну и ту же технику одну и ту же методику но постараться как можно больше взглянуть на этот предмет с разных сторон ну вы наверное знаете эксперименте вернее об изучении опыта бразильских школьников которые словесной форме не могли решать математические задачи которые предлагались им в классе в то же время прекрасно справлялись с этими математическими расчетами на тех рынках где они подрабатывали где они работали и считали суммы стоимость товара с такой удивительной техникой которая не была даже известна в школах поэтому вот такое целостное понимание того предмета который мы рассматриваем в данном случае это относится к открытым онлайн курсам как бы та идеология заложенная в основу нашего конкурса открытых онлайн курсов и соответственно заложена в основу работы экспертной комиссии в принципе у нас в оценке конкурса оценке курсов на конкурсе предполагаются разные категории экспертов ни от какой из них мы не отказываемся ну вот на этом слайде представлены те категории которые мы рассматриваем должны участвовать в оценке онлайн курсов видите здесь есть и маркетологи и представители медиа и заказчики родителей самое главное учащие студенты ну и конечно в том числе одна из основных категорий экспертов которые участвуют в нашем конкурсе это преподаватели тьютеры хотя в последнее время при производстве открытых онлайн курсов особенно массовых при индустриальном производстве возникают и такие профессии как продюсеры дизайнеры и вот эта новая специальность которая пока у нас не очень еще распространена инженерные педагоги или педагогические инженеры соответственно для каждой из этих категорий предусматриваются разные категории рубрик качества и не по всем категориям рубрик качества каждый представитель того или иного сообщества может быть экспертом в принципе вот этот эта презентация она скачиваема я ее открыл в общем доступе и вот здесь название в этих слайдах они кликабельные то есть можно посмотреть на ссылку в гугл доке и соответственно посмотреть на коллекцию критериев качества которую мы создали с начала нашего конкурса ну как естественно прежде чем что-то делать мы хотели бы рассмотреть а что сделано до нас в этой сфере какие подходы существовали и вот в этом смысле эта коллекция критериев качества представляет набор достаточно такой полный набор разных рубрик разных критериев качества которые используются при оценке онлайн курсов открытых онлайн курсов закрытых онлайн курсов массовых открытых онлайн курсов и так далее вот идеология этой коллекции критериев качества для экспертов она заключается в следующем ну прежде всего это не непосредственно инструкция по оценке качества это всего лишь вспомогательный референтный инструмент то есть он вводит экспертов понимание что такое оценка качества онлайн курсов можно использовать определенные критерии при формировании конкретных рубрик качества по разным номинациям ну и вообще говоря он является такой системой повышения квалификации специалистов в сфере оценки качества учебных объектов естественно в этом в этой коллекции допускается наличие примерно одних и тех же критериев в разных категориях иногда эти критерии могут быть противоречивыми что означает что просто для разных целей и задач оценивания используются противоположные критерии то есть зависит от того каковы цели задачи данного курса какие цели задачи у учащихся и какие цели задачи у образовательных организаций ну естественно мы видим различия критериев в разных системах то есть в разных системах оценивания качеств существуют разные критерии Я вот здесь примерно неполный перечень источников критерий, которые были использованы при составлении такой коллекции критериев качества, они приведены. Ну и среди них есть достаточно известные компании, фирмы, такие как Quality Matters, ESB Check, рубрика E-Learning и так далее. То есть тех лидеров онлайн-дистанционного образования, которые известны уже давно и которые развивают эти рубрики, постоянно совершенствуя те или иные критерии или те или иные категории. Соответственно, можно задаться вопросом, а что же вот эти все рубрики, эти все институты, которые предлагают такие разные критерии, Почему они не могут договориться об общем языке, почему они не могут создать единую какую-то метрику, единую рубрику качества, так, чтобы оценивать стандартным образом все те или иные курсы. Причем, вроде бы, даже эти организации принадлежат к одной и той же сфере образования, например, к высшему образованию или к школьному образованию, иногда находясь в одной и той же стране. Вот этот вопрос и говорит о том, что само понимание, само осознание мышления является контекстно-зависимым. То есть, фактически, по разным причинам получается существование таких разных рубрик и разных стандартов, например, в высшем образовании. Но если присмотреться внимательно уже не к категориям, ну, прежде всего, вот понятие категории рубрик, иногда они называются измерениями, иногда называются группами качеств, иногда называются блоками, по-разному. Но смысл их один в том, что так или иначе определенный набор критериев группируется вокруг вот таких крупных категорий, крупных блоков. Если мы, например, сравним две разные системы оценки качества, Quality Matters и QS, то очевидно, можно найти, вот эти линии показывают соответствие между одной категорией и другой. То есть, можно найти критерии качества из одной, находящиеся в другой или каким-то образом названные немножко по-другому, но присутствующие в категории друг друга. Иногда они перетасованы, иногда названия, которым обозначается категория, могут быть несовпадающими. Но так или иначе, название в этом смысле не очень имеет большое значение. Важно понимать, что конкретно находится в той или иной группе критериев качества. Ну вот то же самое можно привести пример, как сравниваются рубрики стандартов или те же самые рубрики качества, минимального качества допустимого в стандарте, в школьном образовании. Но то же самое, как Quality Matters для школьного образования и национальные стандарты для качественных онлайн-курсов, такая 12. То есть, опять-таки, мы видим соответствие между разными группами, разными категориями качества. В результате вот такой аналитической работы, я думаю, что это было правильно, что мы, прежде чем что-то сделать свое, мы пытались максимально рассмотреть то, что находится в профессиональных сообществах, то, что используется в разных странах, то, что используется при оценке вот того нового явления, которое мы видим за последние 10 лет, так называемые открытые онлайн-курсы. Естественно, каждый раз при рассмотрении той или иной категории нам нужно договориться об основных понятиях, о том, что мы понимаем под онлайн-курсом, что мы понимаем под разными понятиями, такими как контент или процесс, который рассматривается на курсе, ну и так далее. В этом смысле нам кажется, что, проделав такую достаточно большую аналитическую работу, мы могли общим взглядом взглянуть на все системы оценки качества и попытаться каким-то образом выделить те, которые так или иначе позволяют нам любой критерий качества условно относительно внести в ту или иную группу, в ту или иную категорию, в то или иное измерение рубрики или так называемых чек-листов, когда у вас, если в рубрике у вас ответ оценивается там какими-то баллами, например, от 0 до 5, то в чек-листе это обычно 0,1, то есть либо да, либо нет. То есть присутствует или не присутствует тот или иной признак в открытых онлайн-курсах. Ну, кому-то, может быть, это нравится или не нравится, но так или иначе нам надо прийти к такому пониманию, что, вообще говоря, признать, что существуют разные системы оценки качества, и мы должны уважать, что они существуют. Они действительно отражают какие-то точки зрения тех или иных профессионалов, специалистов, которые действительно реально существуют в жизни и которые имеют значение для того или иного контекста. Соответственно, в нашем случае из рубрики, вот из этой коллекции критериев оценки качества для Эд Кранча Ворд, Михаил Бухтаяров, представитель нашей экспертной комиссии в прошлом году, он выделил, наверное, не все, естественно, не все критерии, которые существуют в коллекции, но те, которые признаются актуальными, важными в тот или иной момент для экспертного оценения. Естественно, мы подразумеваем, что и допускаем, что со временем набор критериев может меняться. Ну, в частности, вот у Михаила среди первой категории качества, это было качество формулировки целей и компетенции курса, ну и, соответственно, возможность измерения достижения целей и компетенции в пределах курса. Ну и так далее. То есть мы видим, что, конечно, не все детали, не все критерии приняты, наверное, во внимание, но так или иначе, вот это посчиталось существенным для конкурса предыдущего года. Надо сказать, что в нашей коллекции присутствует больше, наверное, 250 критериев. Понятно, что с увеличением количества критериев нагрузка на экспертов возрастает, и в этом смысле мы видим, что разные таблицы, они в зависимости от того, какие ставятся цели и задачи перед оценкой качества онлайн-курса, они требуют либо больше, либо меньше нагрузки на экспертов. И поэтому неспроста возникает вопрос о том, чтобы такая работа, вообще говоря, была оплачиваема. Она, наверное, имеет, то есть она абсолютно, такой вопрос абсолютно замерен, и его, наверное, надо решать, особенно в случае, если провайдер или тот человек, который дает свой курс на реценцию, заинтересован в такой оценке. То есть если он хочет улучшить свой курс, если он хочет получить какую-то обратную связь, рефлексию по поводу своего курса. Давайте я вопросы, наверное, потом попробую, и мы, естественно, попробуем потом ответить. Я только пока, значит, соответственно, вот по поводу того, что использовалось в рубрикаторе от CrunchyWord, которая, каждая из этих категорий оценивалась, и были даны рекомендации в рубриках о том, какие оценки ставить, какие баллы ставить по данному критерию качества. Вот эти рубрики, они примерно соответствовали той классификации, существовавшей в коллекции критериев качества. Далее я хотел бы рассмотреть пример Александра Андреева по качеству онлайн-обучения и его оценки, которая была представлена в дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в Московском городском педагогическом университете и прерывное образование совсем недавно. Значит, если мы посмотрим на рубрики или рубрикатор Александра Александровича Андреева, то мы увидим, естественно, что разные имеются номинования блоков. Введены, вообще говоря, такие блоки или группы, которые вроде бы в нашем рубрикаторе, в нашей коллекции не присутствуют. Ну, в частности, это вот мотивация, воспитание. Безусловно, это очень важные элементы в учебном процессе. Но на самом деле вот эти блоки мотивации, воспитания, они у нас просто включены были именно в контроль, то есть качество учебной деятельности на курсе. И поэтому, вообще говоря, мы могли бы перетасовать критерии качества, предложенные Александром Александровичем Андреевым, в нашу рубрикатор. И тем самым, если бы мы в конкретные группы, конкретные измерения включили бы критерии качества или чек-листы из рубрикатора Андреева, то, понимая тогда наши группы, наши измерения немножко по-другому, мы фактически могли бы построить оценку качества и по Александру Александровичу Андрееву, если, естественно, эксперты, которые рассматривают онлайн-курс, познакомились с этими критериями, которые включены в нашу таблицу. Итак, вот что мы сделали в результате по переработке таблицы Александра Александровича Андреева. Фактически мы абсолютно все пункты или чек-листы из рубрикатора Андреева разместили в нашу классификацию и получили естественным образом вполне работоспособную схему. Другое дело, что, наверное, количество этих критериев достаточно немаленькое, и в этом смысле, наверное, нагрузка на эксперта возрастает. И поэтому предложение такое, что мы можем сделать, вот вставив эти критерии и чек-листы из рубрикатора Андреева в нашу таблицу, как дополнительная факультативная оценка качества, но потом, пересобрав эти чек-листы из существующих категорий блоков Adcrunch и Word, мы фактически получим то, что хотел бы получить Александр Александрович Андреев или, соответственно, другую точку зрения по оценке качества с учетом того, что больше внимания как раз уделяется педагогической стороне вопроса. Мы видим, что вот раздел качества обучающей деятельности на курсе и взаимодействие с учащимися у нас сильно вот этот блок возрос по количеству критериев, входящих в этот пункт. Мое такое предположение, что это на самом деле равносильно примерно тому, что мы каждой группе из существующих категорий блоков просто придаем разные веса. То есть если мы... То, что мы пока не делали, у нас обычно при суммировании оценки качества были одинаковые веса у каждой категории. Но если мы вводим, например, новую номинацию, которая учитывает больше педагогическую составляющую, то очевидно, что качество учебной обучающей деятельности на курсе и взаимодействие с учащимися имеет гораздо большее значение, и, наверное, ему стоит придать больше веса. Аналогичная ситуация возникает и в так называемых рейтингах, вот институциональных рейтингах. Я бы еще раз вот хотел подчеркнуть, что есть две системы оценки качества курсов. Они есть институциональные, когда оценивается не курс, а сам провайдер институт, который обеспечивает вот такой курс. И есть система объектная, как мы называем. То есть когда оценивается курс, независимо от того, какой провайдер реализовывает этот объект. Но мы видим в реальной ситуации, что могут быть такие случаи, когда один тот же преподаватель может, или один тот же курс может существовать на разных платформах, в разных организациях, институтах. Итак, вот как бы гипотеза заключается о том, что, в принципе, мы видим, что можно перетасовать, перегруппировать критерии качества таким образом, чтобы существо оценки, то, что предполагает Александр Александрович, не изменилось. Но тем самым мы технологически получаем возможность взглянуть на курс с разной точки зрения. С точки зрения той, которая была у нас и предложена в коллекции критериев качества, и, соответственно, то, что переработано было Михаилом Бухтаяровым, и тем, что предлагается Александр Андреев. Конечно, эта гипотеза требует проверки, эта гипотеза требует соответствующих экспериментальных каких-то измерений. Но вот, мне кажется, она имеет право на существование, и мы можем ее, в принципе, рассматривать в дальнейшем. Следующая система оценки качества, которую я хотел бы предложить ваше внимание рассмотреть, это качество классических дистанционных курсов и массовых онлайн-курсов, которые предложены Никуличевой Натальей Викторовной из ФИРО Ранхикса при президенте Российской Федерации. Ну, есть, соответственно, ссылка на этот критерий. Что мы видим? Значит, у Натальи Викторовны предложены как бы два блока. Один блок относится к качеству контента дистанционного курса, и там есть много разных, значит, есть три группы взаимосвязь компонентов, организационная структура и содержательная экспертиза. И другой блок, который находится к курсу как процессу. Вообще говоря, у нее разделены эти блоки, но я для удобства их соединил в одну таблицу. И вот эта оценка процесса, процесс онлайн-курса происходит уже после, точнее, во время, после прохождения курса, когда эксперт участвует в самом курсе, и происходит некое анкетирование по результатам вот этого участия. И отвечают, эксперты отвечают на вопросы о том, как вообще, говоря, прошел курс, какие результаты. В этом смысле определение онлайн-курса практически совпадает с нашим, потому что мы также рассматриваем онлайн-курс не просто как электронный курс, как видео лекции, а именно как процесс, в котором участвует тьютер, преподаватель, который имеет начало и конец этого процесса. И, соответственно, когда можно по результатам этого курса говорить о том, как произошел онлайн-курс на самом деле. Так вот, если мы рассмотрим не блоки, не название блоков, а рассмотрим конкретно критерии качества во всех этих группах, включая в том числе и после курсовое, после курсовой обратную связь, то мы точно так же можем, как и в случае Александра Александровича Андреева, пересобрать эти чек-листы или эти критерии в наши изначально предложенные рубрики. И вот здесь показано, примерно какому блоку соответствует тот или иной критерий из какого блока. Бывает так, что эти блоки, они могут попадать в разные, то есть они распортироваются в соответствии с тем пониманием, которое имелось у нас изначально в коллекции критериев качества. Но точно так же технологически, они, конечно, называются по-другому, но точно так же параллельно с этим фактически можно было бы проводить оценку курса по критериям, которые подразумеваются Натальей Викторовной и, соответственно, пересобрав, получить две оценки с точки зрения того, как мы рассматриваем на нашем курсе, и точно так же с точки зрения того, как рассматривает Наталья Викторовна Никуличева в своей системе оценки качеств. Ну, мы видим, что в некоторых случаях, конечно, определенные категории или определенные измерения отсутствуют. Ну, в частности, многие товарищи не признают качество внутреннего маркетинга курса. Многие, ну, в частности, вот еще одно замечание, что у Александра Александровича есть вот это, я сейчас еще раз вернусь, посмотрите, у Александра Александровича есть так называемые критерии качества, которые выходят за пределы рубрики. В частности, у него является таким критерием качества общее впечатление преподавателя о курсе. Ну, у нас это называется как раз тем, что, может быть, какие-то характеристики курса не были учтены изложенных критерий. И тогда преподаватель оценивает общее впечатление. И вот это общее впечатление о том, что, ну, грубо говоря, нравится ему курс или не нравится, является важным критерием при оценке качества курса. Потому что, действительно, может быть так, что для одних экспертов какие-то очень важные моменты были упущены в составлении такой рубрики. И вот мы видим, что вот этот наш одиннадцатый критерий качества, который подразумевает вот это выходящее за рамки существующих рубрик, какие-то качества новые, которые не учтены, они в некоторых рубриках отстутся. Третью рубрику или систему оценки открытых онлайн-курсов я хотел бы рассмотреть. Как раз это опыт Томского государственного университета Олеся Бабанская. У них есть тоже экспертиза открытых онлайн-курсов. Я так понимаю, что они там делали тоже какой-то определенный конкурс открытых онлайн-курсов. Эта экспертиза, она состоит из шести, рубрикатор состоит из шести, нет, из пяти, прошу прощения, из пяти категорий. Оценка качества контента, структура курса, задания, как сделаны, сценария видеолекций и организация сообщества. Ну, конечно, у них ближе, сам процесс сценария, конечно, экспертам зачастую не виден. По-видимому, они, я так понимаю, предлагали, кроме того, что представляли экспертам сам курс, они также предлагали и рассмотреть какие-то сценарии в виде текстов, наверное, в виде каких-то документов, которые даются на определенном этапе производства онлайн-курсов перед производителями этих онлайн-курсов. То есть есть, соответственно, авторы сценария, авторы контента. И вот эти критерии, которые входят в рубрикатор Олеси Вабанской, мы точно так же попытались перетасовать и посмотреть, как они ложатся в рубрикатор существующих категорий от кранча. Ну и, в принципе, мы такую схему осуществили, перетасовку сделали и показали, что, в принципе, все эти критерии так или иначе можно разместить в соответствующей категории качества, которые есть у Эдкранча. Ну и, соответственно, дополнительные пункты, неотраженные структурой настоящей рекомендации, также присутствуют в рубрикаторе Томского университета. И, в принципе, он точно так же присутствует в нашей категории, в нашем рубрикаторе. Мне кажется, что вот этот пункт достаточно важный и стоит его рассматривать, стоит его включать. Ну и, с другой стороны, мы видим, что многие критерии качества, многие категории критерий качества, которые присутствуют у нас в нашей коллекции или в нашем рубрикаторе оценки качества, в некоторых критериях качества не присутствуют. Опять-таки, после того, как мы разместили вот все конкретные критерии качества в нашей таблице, мы можем понимать, скажем, понимать вот эти критерии качества в новом виде. Маркетинг сложно... Так, подождите, я сейчас отвечу попозже, если можно. Можно, перетасовав, получить не только оценку качества с нашей точки зрения, ну, точнее, с точки зрения, которая более-менее принята на AdCrunge вот в течение этих лет. Конечно, там есть тоже какое-то развитие. Это означает, что в той или иной категории мы можем вкладывать немножко другие критерии, немножко другой смысл, или придавать веса к категориям отличные в той или иной номинации. Но пересобрав эти категории, эти критерии, в ту систему, которая предлагается авторам, мы можем получить фактически две такие оценки, как с точки зрения вот предыдущего критерия к номинации, так и с точки зрения той предыдущей номинации, которая у нас называется экспертная номинация, так и с точки зрения вновь предлагаемого автора, то есть таблицы вновь предлагаемой. Естественно, для того, чтобы оценивать дополнительные критерии, если они раньше не были включены, то это, конечно, требует дополнительной работы. Вот поэтому нам кажется, что такая дополнительная работа, наверное, стоит оплачиваться. Возможно, она кому-то может быть доступна и на факультативной основе, но в принципе, наверное, это стоит, наверное, оплачивать и, наверное, стоит изучить, а является ли такая услуга с точки зрения оценивания качества онлайн-курсов востребованной на рынке? То есть можем ли мы получить какую-то существенную ценность, проведя такую дополнительную работу? Еще один критерий, на котором я хотел бы остановиться, это критерии студенческого оценивания онлайн-курсов, предложенные в свое время организации по оценке качества онлайн-образования со стороны студентов, в свое время возглавлявшие Антонио Швиндт. Это критерии очень интересны, сами вот эти критерии очень интересны. Там не так много категорий, там не так много измерений, но они действительно те категории, те измерения, которые важны для студента. Ну, в частности, это, конечно, возможность зачета тех или иных курсов или возможность трудоустройства после окончания курса, возможность удобства взаимодействия, как это можно применить на практике. То есть мы видим те вопросы, которые действительно волнуют студентов. Может быть, его в меньшей степени волнуют те или иные категории, которые заложены у нас в экспертной оценке, но с точки зрения студентов, и это, вообще говоря, новые направления, студенчески центрированное, студенчески сфокусированное обучение. Как раз вот на последнем острове 10-22 об этом говорил очень хорошо президент Western Governance University, то есть университет западных губернаторов. И эти критерии, качества, которые были предложены в студенческой оценке, они имеют два вида. Либо они являются с градациями, оценками, например, от 0 до 3 или от 0 до 5, либо они имеют форму чек-листов. Присутствуют или не присутствуют тот или иной критерий в самом курсе. Точно так же мы перетасовали эти критерии качества из рубрикаторов студенческой оценки и получили вот примерно такую таблицу, такое соответствие, где те или иные критерии ложатся в нашу таблицу исходную. Вот этот принцип, он позволяет В принципе, такая технология, она позволяет получать с одной стороны соответствие между разными категориями, соответствие между разными критериями качества или таблиц системами критерий качества, а с другой стороны получать какую-то такую общую картину мира, то есть получать взгляд на онлайн-курс с разных сторон, от разных представителей разных профессиональных сообществ. Вот. В принципе, я как бы попытался рассказать то, что хотел рассказать. И сейчас попробую... Первое, если есть кто-то желающий выступить, вы запишитесь, я попробую вас включить. С другой стороны, я попробую сейчас ответить на вопросы, возникшие в ходе нашего вебинара. На нарушение законодательства... Вообще говоря, в той ссылке, если вы скачаете этот файл презентации, то там есть ссылка на таблицу, на коллекцию критериев качества. И в той таблице идет такая активная работа в виде комментариев, обсуждений, дискуссий по поводу тех или иных критериев. Это уже такое очень мощное явление было в нашей жизни, когда участвовало в обсуждениях очень много экспертов, очень много замечаний было сделано. Конечно, тут могут быть разные... И было видно, что есть разные точки зрения. Мы постарались каким-то образом учесть эти мнения разные, свести их, попытались в единой. Не всегда это, конечно, получается. Но, тем не менее, вот такие вопросы по конкретным критериям, касающиеся того, какие критерии включать в нашу рубрику качества, оценки качества, какие не включать. И вообще говоря, таблица соответствия для повышения квалификации экспертов, она вот развернута на этом документе коллекции критериев качества. Я бы очень рекомендовал всем посмотреть на эту таблицу с замечаниями и принять участие в дискуссии. Также нам обещали, то есть некоторые товарищи обещали... Наталья, в частности, она обещала нам... Мы в свое время забыли сделать ссылки на соответствующие пункты, на пункты соответствующих критерий в качестве или пункты соответствующих рубрикаторов. И это, конечно, не очень хорошо, так как мы работали достаточно оперативно, быстро, может быть, на все время и не хватило. Но, в принципе, вот такая работа на то, чтобы сделать соответствующие ссылки, была бы очень полезна. И я думаю, что мы ее так или иначе сделаем. Вот. Вот. Ваша формулировка лучше. Олег Васильевич, конечно, я думаю, что вот эти вопросы, наверное, конкретно по формулировкам по таблице, коллекции критериев качества, лучше обсуждать, наверное, там. Сейчас я пытался донести единственную свою точку зрения о том, что каждая точка зрения на оценку качества онлайн-курсов имеет право на существование. Это раз. Второе. Нам надо пытаться, с одной стороны, выработать какое-то общее ядро понимания, как это делать. То ли это, там, демократическим голосованием, то ли это все-таки каким-то волонтаристским решением, то ли это учреждением разных номинаций по оценке качества онлайн-курсов. Ну, в принципе, это так у нас и происходит. Естественно, многие уже заметили, что каждая номинация это всегда вопрос спонсорства. Кто заказчик этой номинации? Исторически возникло так, что оценка онлайн-курсов возникла по созданию так называемых массовых открытых онлайн-курсов высших учебных заведений. В меньшей степени она касалась школьного образования, в меньшей степени она касалась корпоративного образования. Но, в принципе, ничего нам не мешает приводить новых спонсоров и устраивать новые номинации. Что, собственно говоря, и происходит. Лена Валерьевна, маркетинг очень сложно оценивать. Да, маркетинг, конечно, очень сложно оценивать, но я думаю, для этого мы и приглашаем разных специалистов, для того, чтобы те или иные специалисты, считающие себя, скажем, по маркетингу, внутренним маркетингу, я не говорю о внешнем, маркетинге, так называемом, когда вы платите за рекламу, за СММ, и еще какие-то, за СЕО и прочее, и получаете продвижение своего курса. Мы говорим о том, что сделано в самом, что видно экспертам, что сделано в самом онлайн-курсе, для того, чтобы вот это внутреннее качество маркетинга, оно присутствовало. В принципе, в коллекции критерий в качестве мы убрали вот эту внешнюю составляющую и оставили только внутренний маркетинг. И... И, соответственно, оцениваем вот этот внутренний маркетинг при помощи специалистов. Если вы знаете, при анкетировании наших экспертов мы даем задание сделать самооценку экспертности в той или иной категории. То есть, если вы чувствуете, что ваше познание, ваше область профессионализации не соответствует тому или иному измерению той или иной категории качества, то в этом случае, конечно, вы ставите свою экспертность ниже. И при общей оценке она, соответственно, имеет меньшую, играет меньшую роль, чем мнение других профессионалов в этой области. Кстати говоря, мы собираемся, наверное, в этом году делать коррекцию по определенным согласованным правилам, коррекцию экспертности по результатам оценки качества онлайн-курса. Александра Владимировна, разве за счет курса и трудоустройства это характеристики самого курса, а не условия университета? Конечно, это и характеристики как самого курса, так и условия университета. Смысл-то в чем, что зачет курса может сейчас в настоящее время приниматься двумя способами. Либо это зачет курса между университетами, которые сами устанавливают правила зачитывать или не зачитывать и, соответственно, системы формального образования. Но, вообще говоря, возникает новый пласт альтернативной сертификации, альтернативной аккредитации. И мы видим такие примеры уже появляются и существуют. И в этом смысле зачет курса может быть при помощи систем сертификации альтернативной определенных баз данных они могут учитываться работодателям не обязательно высшим учебным заведением. Но, вообще говоря, это очень интересная тема и очень такая перспективная с нашей точки зрения. Ну, и то же самое трудоустройство. может ли способствовать курс трудоустройства? Конечно, может. Мы же и видим это на примере многих массовых открытых онлайн-курсов, когда студенты идут учиться не для того, чтобы получить зачет в университете, а для того, чтобы получить реальное предложение от работодателя. Поэтому, собственно говоря, работодатели идут на платформы такие, как Курсера, такие, как ЭДЭКС, для того, чтобы напрямую соединиться между работодателем и студентом. Это тоже новая мощная тенденция, мощное новое направление, которое, мне кажется, не стоит не учитывать, тем более, что наши открытые онлайн-курсы, конечно, сектор формального образования очень важен для нас, очень интересен, но мы не можем замыкаться только на секторе формального образования. Мы, безусловно, изначально и пытались рассмотреть сектор неформального образования или внеформального. То есть, я бы здесь, Александр Владимирович, не очень согласил, что это исключительно характеристика самого курса и исключительно условия университета. Это не совсем так. Вот. Я думаю, что на этом пока Елена Валерьевна формировка должна признаваться. Вообще никак отработчиков содержание курса не зайдет. Курс должен иметь описание, позволяющего признавать. Да, по поводу описания это, конечно, хорошая история, она стоит отдельного внимания и она, мне кажется, тоже достаточно экспертивная. У нас явным образом нигде качество описания курса в критериях качества вроде бы не стояло. То есть, у нас были общие орг-вопросы, при этом вот есть там вводная часть, там есть обзор курса, но понятно, что вот эта вводная часть и обзор курса, она может быть представлена в двух видах. либо при помощи описания онлайн-курса, так называемого описания в соответствии стандартам метаданных онлайн-курса. И это целый такой новый пласт работы, мы пытаемся в этом направлении двигаться. Ну, естественно, это может быть представлено в вводной части курса как непосредственно сам курс, то есть как в виде лекции, в виде презентации, в виде вводных роликов и так далее. Поэтому как скачать файл презентации? Я, честно говоря, я вот у меня он написан в общедоступных в общедоступных ресурсах, поэтому я а вот скачали суперфишки, но не решает, карается жестоко. Ну, отлично. Отлично, что у нас происходит дискуссия уже помимо ведущих. Сколько курсов в среднем оценит эксперт? Так, в среднем эксперт у нас оценит как по статистике получается 13 курсов. Ну, мы рекомендуем от 10 до 15 это такая средняя величина. И, конечно, крайне настороженно относимся к тому, когда один эксперт оценит 45 курсов. Была такая ситуация. Это, конечно, мне кажется, немножко как бы эксперт хорошим не был профессионалом, в среднем оценит, если ему нужно полностью просмотреть курс для корректной оценки. Вот это хороший вопрос. Стоит ли полностью смотреть, стоит ли выборочно смотреть. Я думаю, что допускается и выборочный просмотр курса на основе такого вероятностного подхода. Понятно, что если выборочно такой вероятностный подход о том, что вы выбираете какие-то модули, смотрите, смотрите на общую структуру. Для эксперта это вполне допустимое. Было бы хорошо, Михаил Сергеевич, было бы хорошо для каждого критерия и качества разработать примеры и сделать базу знаний сообщества. Да, это очень правильное предложение. Мы, собственно говоря, вроде бы на этом уже и остановились, что это действительно нужно сделать. Более того, наверное, надо выделить какие-то ресурсы для того, что такое создавать. В принципе, вот те инструкции, которые мы хотели сделать как материалы руководства для экспертов в разделе AdCrunch Word на сайте adtech.ru там должен быть раздел касательно вот этих руководств. И понятно, что вот эти руководства надо создавать таким образом, чтобы там были, во-первых, ответы на часто задаваемые вопросы, там были примеры, и хорошо бы действительно хотя бы на каких-то конкретных примерах показывать, как оценивается тот или иной критерий, как оценивается тот или иной курс. Какие вещи в курсе, чтобы оценить его помощь в трудоустройстве? помощь в трудоустройстве. На самом деле помощь в трудоустройстве это целое отдельное направление платформ онлайн-образования. И раз платформа, то она, наверное, должна иметь какие-то механизмы взаимодействия с контентом курса, в том числе и задавая то, какой должен быть контент, который необходим, то есть какие компетенции нужны для работодателя. То есть это настолько новое направление. Мне кажется, оно как раз вот с точки зрения объектного содержания онлайн-курса пока нашими провайдерами не очень рассматривается. Хотя, конечно, Михаил очень хороший. Плюс один к предложению Михаила. Кто-то выступается с предупреждением о таком. Вячеслав Александрович, рады приветствовать Михаил Александрович. В принципе, те вопросы, которые и презентации должны быть доступны, для которых необходимо право скачать. Да, да, да. Коллеги, а почему в качестве примера нельзя рассмотреть на правила победителя предыдущего года? Это и не шаблон, и сравнение по заявленным критериям. Да, в принципе, мы же, по-моему, результаты оценки не поименные оценки, но, то есть, без указания имен экспертов, мы, по-моему, даже выкладывали и давали доступ. В принципе, такие результаты доступны для обработки, и, конечно, идея о том, чтобы при том материале, который мы уже собрали, сделать определенные аналитические работы, она очень хорошая. качество обратной связи тоже сложно распределить по баллам, либо в курсе осуществляется. Тут я с вами согласен, что иногда очень сложно распределить по баллам, то есть, используя вот этот рубрикатор, даже если указаны рекомендации о том, в каких случаях ставить, в каких случаях не ставить. Ну, в частности, по обратной связи, наверное, это может быть просто чек-листы, когда вы отмечаете, есть там сбор анкет по результатам курса, нет, есть ли возможность техническая для отзывов, нет, ну и так далее. По-моему, они у нас в коллекции критериев качества перечислены. Вот, в какой степени присутствуют там в той или иной категории, это, конечно, вопрос. Качество проверки заданий и операционных систем, я так понимаю, да, или что там качество проверки заданий и ОСНОВ на форумах. Стоит подумать о баллах. От одного до пяти психологически приравенятся школьные оценки. Может быть, остановиться все-таки на один и на три, как было заявлено в одной из таблиц презентации. Да, это вопрос на откуп сообщества экспертов. Вот, честно говоря, у нас раньше было даже от одного до десяти, или от нуля до десяти, потом мы перешли от нуля до пяти, или от одного до пяти. Вот сейчас уже говорится о том, что нужно более простую. Я думаю, что это вполне, то есть, моя точка зрения, пожалуйста, но, уважаемые коллеги, это зависит от вас. Мы, как оргкомитет, стараемся не, особенно не вмешиваться в систему оценки или в систему оценивания. Я думаю, что общество экспертов вполне может само определить о том, если вы примете решение о том, что от одного до трех это вполне разумно будет, наверное. Тем более, когда у нас имеется массовое количество оценщиков, то есть, больше десяти, то все вот эти градации, они четко выявляются и просматриваются. По крайней мере, такие опыты мы даже могли провести. с ориентацией на общие критерии качества. Но тут вот какая ситуация. Когда к нам приходит спонсор номинации со стороны, то он, вообще говоря, вправе устанавливать свои критерии качества. И вот наши идеи, вот то, что я пытался рассказать в данном сообщении, данной презентации, заключается в том, что в принципе те или иные критерии, которые существуют у вновь приходящего спонсора, они так или иначе присутствуют. То есть, мы их можем перетасовать или распределить в те группы качества или в те категории качества, которые у нас уже есть. Мы можем так или иначе поместить вот эти критерии качества в существующее название, в существующее категории, может быть, немножко изменив это понимание того, что подразумевается например, под обзорной частью, под видением и так далее. критерии. Так, уже прощаются отлично. Описательность связана с раскрытием критерий. Описательность связана с раскрытием критерий. Выражается это в баллах. Немножко не понял вопроса о писательности. Какая у меня есть описательность? Описательность вообще говоря, у нас есть так называемое описание онлайн-курс. Мы его делаем в соответствии с предложенным стандартом описания. В принципе, у каждого провайдера тоже вообще говоря, новый момент связан с тем, что у каждого провайдера есть разные системы, разные классификации описания. То есть, если мы возьмем классификацию, которая существует на национальной платформе, она немножко другая. Так или иначе, там, у Степика или универсариума или Лекторио очевидно, есть свои таблицы, свои системы описания. Они могут не совпадать. В свое время мы изучали то, что есть на иностранных платформах. Оно точно так же примерно, как и есть разные таблицы критериев качества, точно так же существуют и разные стандарты описания. Тут есть два подхода. Либо мы пытаемся внедрить некий стандарт описания онлайн-курсов в сообщество, привлечь к нему как можно больше мелких провайдеров, либо внедрить такой стандарт в каком-то крупном провайдеру. Ну и третий вариант это мы должны сделать трансляцию из одного описания для каждого провайдера, делать такой транслятор описания из одного стандарта внутреннего, который существует у провайдера. Соответственно, наш стандарт, который мы приняли, принимаем в сообществе. В принципе, этот стандарт описания у нас открыт, по нему точно так же можно сделать замечание, коррекция и предложение. Другой вопрос, что может быть отдельным пунктом выделить в критериях качества именно качество описания онлайн-курса, то есть качество описания, заполнения вот этой таблицы стандартов стандарта описания онлайн-курса или стандарта меда-данных онлайн-курса. Возможно, это очень хорошее решение и, возможно, его стоит реализовать, потому что, вообще говоря, для внешнего потребителя, он прежде всего смотрит на описание онлайн-курса и внешний потребитель, естественно, для него эта информация в первую очередь важна. Кроме того, такое описание, такие стандарты описания позволяют так или иначе сравнивать курсы, есть такая идея. Вообще говоря, по описанию онлайн-курса пытаться сравнить качество тех или иных курсов. Тоже такая интересная идея, я не знаю, реализуемая или нет, но ее можно было бы попробовать. Для бальной оценки можно выработать общие критерии, а начать с описательной рецензии. Ну, в принципе, описательная рецензия, очевидно, требует каких-то временных затрат, она требует работы. Мне кажется, что она, конечно, интересна и важна в первую очередь для самого производителя онлайн-курса, для того, кто делает этот онлайн-курс, нацелившись на аудиторию определенную или на то, чтобы сделать этот онлайн-курс лучше. Но она также, наверное, важна и для так называемых агрегаторов, то есть те, которые собирают информацию с разных онлайн-курсов в одном месте, маркетплейсы, агрегаторы, которые позволяют находить, искать, отбирать онлайн-курсы для построения индивидуальных траекторий учащихся, для получения выходящих из друг друга компетенций. Вот. И я думаю, что это, конечно, вполне такое разумное предложение. Так. Так. Ну что же, я так, 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 так. Вот. Розин Марина Викторовна. Мне кажется, что имеет смысл критерий выстраивать, исходя из структуры деятельности. Тогда придется начинать с мотивации слушателей. Без учета того, работает ли курс на мотивацию того, кто по ту сторону экрана, оценка качества не может быть полной, на мой взгляд. Ну, вот как раз в критериях качества Александра Александровича присутствует такое понимание, как мотивация. В принципе, у нас она тоже присутствует в той или иной степени либо в обводной части, либо в качестве учебной деятельности на онлайн-курсе. Конечно, вопрос о том, какие критерии или какие категории ставить в каком порядке, наверное, тоже очень важный вопрос. Ну, я бы опять-таки отложил это в сторону этот вопрос для решения экспертной комиссии. То есть, пусть экспертная комиссия во главе с нашим председателем, уважаемым Михаилом Бухтаяровым, пусть вот они рассмотрят такое. В принципе, в ваших руках все возможно, особенно, что касается так называемой экспертной оценки. По другим номинациям так или иначе, надо одновенно учитывать пожелания спонсора номинации, смотреть, что же он хочет, какие курсы он хочет выделить с его точки зрения. Вот. И я думаю, что здесь эксперты, конечно, могут помочь, но, наверное, навязывать свою точку зрения для спонсора может быть не совсем хорошо. так. Ну, в принципе, написательно полезно, авторам все равно будет проходить по критериям. Величим работу эксперта. Да, вопрос о трудоемкости, о том, что делать эксперту и как, в каком объеме ему выполнять работу, это, конечно, очень важный вопрос. И мы делаем определенные критерии о том, считать ли работу эксперту удовлетворительной в том плане, что выполнил он тот объем, на который мы хотели бы его зарядить или не выполнил. вот. Если другой момент, касающийся вот этих новых критериев, новых систем оценки качества, то мы, конечно, это будем оставлять, наверное, на факультатив, на дополнительную исследовательскую работу или на то, чтобы эту работу дополнительно оценивать, соответственно, объявив какую-то часть конкурса по желанию провайдеров, ну, вот, платные, с желанием оставить описательную рецензию, рефлексию по поводу онлайн-курса и получить рекомендации по тому, как можно улучшить качество производимых онлайн-курсов. Другой момент я хотел бы еще отметить касается того, что, в принципе, есть вот это новое направление, которое называется рассмотрение открытых онлайн-курсов, рассмотрение открытых онлайн-курсов на соответствие существующим стандартам формального образования. Ну, стандарты формального образования, это, так называемые, в ГОСы, там есть стандарты безопасности, и прочие стандарты, есть стандарты, профессиональные стандарты для высшего образования, что требуется для многих курсов вузовских. вот это направление, мне кажется, очень перспективно. Почему? Потому что оно позволяет фактически помочь производителям курсов для формального образования использовать то множество открытых онлайн-курсов или того, то множество открытого контента, который уже существует в интернете, в онлайне, и который можно было бы использовать в формальном образовании, тем самым в какой-то степени удешевив, сэкономив на контенте, на учебниках, на то, чтобы обучаться при помощи онлайн-сообщества. Но вот для того, чтобы это делать, нам, конечно, очень важна такая функция проверки на качество, на соответствие минимальному качеству, то есть то, что называется стандартом тех открытых онлайн-курсов, открытого контента, которые имеются в пространстве. Вот это, мне кажется, очень важное направление. Мы попытаемся его каким-то образом реализовать. Владимир Григорьевич, сколько я занимался оценками, то бальные достаточно формально, а писательные заставляют пошевелить магналь. Ну, примерно о том же мы говорим, о том, что вот эта рефлексия, вот эта рецензия, она действительно имеет такой неформальный характер, она очень полезна, кроме баллов, которые, может быть, ни о чем не говорят, непонятно даже источники этих баллов. Почему тот или иной эксперт занизил и завысил оценку? Все правильно. И вот о том, как вот соединить разные веса, разные ценности в нашей системе оценки, то есть как мотивацию экспертов, мотивацию производителей курсов, мотивацию слушателей курсов, как это нам все все вместе согласовать, так что в целом получилась такая более-менее разумная система. Вот. Я надеюсь, что если, уважаемые коллеги, если вопросов больше нет, если желающий кто-то выступить, высказаться, поделиться мнением, тогда я бы мог, наверное, даже попробовать включить вас, если есть такое желание. Вроде бы такого пока желания нет, но я думаю, что мы перенесем нашу дискуссию в наше сообщество. Еще раз хотел бы проекламировать наше сообщество, которое называется онлайн-курс Quality в Фейсбуке. Вот. Еще бы хотел раз пригласить, у нас есть также международный конкурс открытых онлайн-курсов сообщества. Мы сегодня рассматривали только вопросы, связанные с оценкой качества онлайн-курсов, но у нас, вообще говоря, есть еще конкурс технологических продуктов образования, к которому тоже во многое степени относятся те критерии, рассматриваемые в оценке онлайн-курсов. И есть также вновь создаваемый конкурс, я надеюсь, что мы его запустим, который называется Global Tech Startup Award, по которому мы будем оценивать уже не курсы, а сами стартапы, осуществляющие такие продукты, реализующие технологические продукты и, возможно, реализующие школы в онлайн-образовании. Это будет очень интересное событие с победителем, которого отправим в Лондон. И, соответственно, я надеюсь, что вот то движение, которое мы запустили пять лет назад, оно все-таки сыграет определенную роль в онлайн-образовании, в пропаганде открытого онлайн-образования, в пропаганде тех новых идей, возникающих в нашем сообществе. По крайней мере, польза от того, что сообщество есть, даже для вот всей этой системы оценивания качества, мы видим, безусловно, она есть. Еще раз спасибо всем участникам за участие в семинаре, за хорошие, отличные вопросы, за обсуждение. Спасибо большое Павлу Калининнику за предоставленную возможность, ну и также Игоре Белянину всегда за отзывчивость, за внимание к нашей деятельности. Я надеюсь, что у нас все будет замечательно, все будет хорошо. До свидания, до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует...